Доброе утро, Юрий Пирчуляк Как настроение? Все великолепно На позитиве? Прекрасно Группа RISE вам всего лишь один год Да Что означает название вашей группы? Название нашей группы означает восход Это также ассоциируется с восходом новых музыкантов Которых мы ассоциируем именно с нами Новые музыканты группы RISE Это кто? Кто входит в состав группы? Васистка Таня Закон Я гитаристка Катя Вадим тоже второй гитарист Барабанщица Вика Кара Ира Иджилова Это наша вокалистка И во главе группы стоит Юрий Юрий Я знаю, что ранее вы также собирали группу, рок-группу Это которая? Вторая по счету? Третья? Ой, может четвертая или пятая Ну вот Их много проектов было Было А те группы остались в прошлом? Иногда переформатируются Потому что они дети, подростки Кто-то уходит, заканчивают школу Они уходят в другие области Не все становятся музыкантами Кто-то уходит в технические специальности Ну и так далее Мы набираем новые коллективы Вот и все Что посодействовало созданию данной группы? Ну, во-первых, настойчивость Кати и Тани Это хидлайнеры Это они затеяли Вообще задумали Именно с этим коллективом Это их задумка была Собрать коллектив Вот они начали Затем были Разные участники Пока не пришли вот к этому Именно составу Год назад Начинали там и раньше Еще года два назад Да, даже, возможно, три Да Я недавно вообще вошел в группу Да, Вадим вообще недавно Вошел в группу Когда Когда барабанщица ушла Вика пересел на барабан Да У нас постоянные трансформации Потому что Обновляются Обновляются Потому что дети не всегда Упорны в своем занятии музыкой Они приходят Видят, что это Ну, может быть, немножко И не их Может, там, что-то другое увлекло Ну, так бывает Девочки, как поняла Екатерина И еще одна участница Таня Татьяна Были То есть, идея от вас Сходила Да Это тот старый состав Как возникла идея Екатерины Все началась примерно так Я пришла к своему преподавателю В музыкальной школе И сказала, что я очень сильно хочу создать рок-группу И он направил меня к Юрию И получается, я также рассказала идею Таню Она поддержала меня И вот мы собрали наш первый состав И с того момента начали заниматься А почему рок-исполнение? Для меня рок-это более живое самовыражение Это, наверное, я его играю Потому что там можно выплющить боль эмоций Вот это Боль эмоций? Нет, боль эмоций Более А, больше эмоций Что, вот мне всегда интересно Рок-исполнение Ну, такое направление, которое, допустим Может быть, не все понимают Вы, как говорите, участники, сами солисты, гитаристы Наверное, играя вот этот всплеск эмоций, чувств Которые, может быть, у вас много энергии Вы выплескиваете при том, что исполняя номера Что ощущаете? Это что дает? Заряд новый какой-то? Прежде всего, мы ощущаем связь с нашими зрителями Когда мы играем на концертах Потому что, ну и также Мы, наверное, ощущаем Как вам сказать Некую свободу действий Вы также играете на гитаре? Да Да, и гитара Один из инструментов у нас сегодня в студии Вы сказали, выступая с живым зрителем А сколько выступлений уже имеете? На публику сколько раз играете? За все годы раз шесть, может быть, семь У меня только один концерт был Тот самый прошлый Да Прошлый тот Это последнее выступление в Доме культуры города Комрад Да, в Доме творчества В Доме творчества, простите Я знаю, что это выступление было в преддверии 9 мая Да К празднику Великой Победы Ну, два номера Два ваших номера мы, конечно же, выбрали Один из них мы сейчас посмотрим После чего наша беседа продолжится Два сердечка на брелке Я не знаю, что это выступление в Доме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Гарантин. Если его снимут, то планов много. Если не снимут, кто знает, что будет. Ребята, как правило, в летнее время освобождаются от занятий, от учебы. Нет, в Доме творчества нет. Имею в виду учебное заведение, школьное. Школьное, да. Значит, будет больше времени заниматься. Ну, да. Да, конечно. Мы летом всегда больше работаем, и концертов больше. Мы сейчас, наверное, ослабили немного всякие ограничения. Скорее всего, мы будем побольше выступать летом в молодежном центре, может быть. Ну, посмотрим. Площадки поищем. Скажите, пожалуйста, в вашей группе будет определенный стиль, образ самих солистов и гитаристов, участников группы? Либо по желанию, кто как будет одеваться? Я смотрю, у вас кулончики одинаковые. Да. На самом деле, мы одеваемся довольно-таки свободно. Даже на концертах все надевают, что хотят. В этом нет какого-то смысла или... Можно даже, ну, можно даже обсудить между собой, как бы одеться по-одинаковому. Мы обычно надеваемся в черное. Это такой нейтральный цвет. Подходит абсолютно всем. У вас, Катерина, сейчас очень интересный образ. Вот я смотрю и не могу налюбоваться. Даже номер смотрела. В девочке тоже персикового цвета глаза были обведены, накрашены. Вы между собой договариваетесь? Как-то вот одного образа придерживаетесь? Честно говоря, нет. Это все получилось очень спонтанно. Мы пришли, девочка увидела, что у меня так сделано. И мы все по очереди сделали так. Она так опалась и до меня. Где приобретаете музыкальные инструменты? Ведь они сегодня не дешевые. У меня есть комплект инструментов. На самом деле и гитара у меня больше, чем даже нужно для работы. Но каждый музыкант старается купить себе инструмент, если у него есть возможность. Потому что к инструменту надо привыкать. Кроме того, что они занимаются в студии, они же занимаются и дома. Потому что за тот условный час в студии не научишься играть. Поэтому они стараются покупать свои инструменты и их использовать и в концертах, и в репетициях. Чтобы привыкнуть к одному чему-то. А так у меня есть инструменты, много. Я за много лет работаю, лет 10-12 этим занимаюсь. У меня скопилось. Достаточно. Молодую группу финансового кто-то поддерживает? Нет, ну, нет. Мы же... Я работаю в Доме творчества. Просто, ну, а финансово, ну, что там? Нет. Зарплата? Что еще? Впереди у нас лето. Я думаю, что все-таки планы у вас на выступление имеются. Готовитесь к чему-то? Мы готовимся. Это называется так. В случае чего мы готовы. Но пока никаких предложений особенных не было. Если каждые года, вот, ну, до карантина, мы уже знали, в это лето у нас концерт там-то, там-то. Мы едем туда-то, туда-то. Сейчас пока никаких планов нет. Видно будет. Посмотрим. Екатерина Вадим, у вас уже своя определенная аудитория какая-то есть? Нет. Ответ исчерпывающий. Но это у тебя нет. Ты новенький в группе. Вон у Кати Стани уже есть. Все же есть наши одноклассники, которые нас слушают. Узкие круги на самом деле. Но приятно, что хоть кто-то слушает. Приходят на концерты иногда. Может, потому что еще не такая широкая аудитория, так как не было возможности в связи с пандемией выйти в люди и, так сказать, показать себя и свое исполнение. Хотелось бы вживую видеться с аудиторией? Для этого музыкант и работает. Ну, а что для этого делаете? Новые номера какие-то ставите. У вас, ваша песня, либо перепеваете артистам? В данный момент мы перепеваем, потому что, ну, готовятся пока что наши песни. Некоторые люди из нашей группы пишут текст, некоторые, ну, аранжировку, как я. Ну, пока что перепеваем песни известных исполнителей, которые нам подходят. Вы аранжируете? Да. Ну, и сколько номеров уже? Ну, я писала пару своих песен, и у меня получалась своя аранжировка дома. Просто так. Это любительское дело, получается, занятие? Либо все-таки думаете, что со временем оно перерастет в город профессиональное? Я думаю, что, скорее всего, второй вариант, потому что на музыку у меня, на самом деле, большие планы. Я нахожу в этом себя. Музыкальное творчество, рок-исполнение, какие композиции, чьи композиции исполняете? Ну, кто нравится, чьи номера выбираете для себя? Рок-исполнитель есть такой Мэрилин Мэнсон, конечно же, это Металлика, конечно же, Скорпионс, это по классике, Король и Шут. Егор Летов. И, наверное, пока что самые наши любимые, это группа пронофильмы из России. Да, фильмы для взрослых. И, походу, все. Есть, может быть, такие исполнители, чьи произведения все-таки мечтаете исполнить, но пока рано? Я всем очень сильно промывал мозги с композицией «Pixies in my mind». К сожалению, не вышло. Наверное, надо работать? Вокалистке мне понравилось. Долго и много. Исполняете на каких языках? Зачастую мы исполняем все же на русском языке, потому что наша басистка, она тоже поет, и ей легче на русском. Но можем брать и английские композиции. Там, скорее всего, 50 на 50. Есть еще один номер в вашем исполнении. Давайте мы вместе с вами посмотрим, послушаем. Субтитры подогнал «Симон» Исполня 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 «Симон» Концерт «Дома творчества» И обязательно вас послушаем Спасибо Спасибо вам За приглашение У нас в гостях были Юрий Перчуляк Руководитель студии Современной музыки Дома творчества «Города Комрад» Екатерина Димова Гитарист группы «РАИС» И Вадим Бабелев Гитарист группы «РАИС» Гостей провожаем А наша программа продолжается Оставайтесь с нами